И так, привет, дружище, ну чё, 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 чё там, давай там как-то усаживайся поудобнее, ёлки-палки, наконец-то ты меня можешь поздравить с тем, что я выпускаю, ну, наверное, не самый первый, вот, обзор по обновлению, ёлки-палки, на русском сервере, но, хотя бы это ни в 6 и ни в 10 вечера, понимаешь, и вообще хотя бы выпускаю, а выпускаю прямо с утра, я, ребят, молодец, на самом деле, нет, я просто проснулся пораньше, чтобы к врачу съездить, а врача не было, Ну, и тут как бы, вот, обновление вышло на русский сервер, да, по поводу Китайки, почему не было обзора обновления на Китайке, ребят, дело в том, что у меня нету сейчас нормального аккаунта, то вот там пару человек мне давали аккаунты, но я забыл их контакты, и, короче, ребята, если у вас есть нормальный, раскачанный какой-то аккаунт на Китайке, то, как бы, пишите где-то, я залогинюсь туда, и уже, чтобы мог нормально следующее обновление на Тайване, для вас сделать обзорчик, потому что там у меня начальные аккаунты, и там вообще нечего показать, потому я для вас ничего, по сути, не снимал. Так, ну что, давай усаживайся поудобнее, поставь, пожалуйста, лайк, я тебе буду весьма благодарен, я попробую, пока буду записывать видео, предсказать, сколько их будет, да, сколько их будет, этих лайков, и, может быть, даже паролю, паролю на этом видео, попытаюсь что-нибудь, что-нибудь взять и, скажем так, выбить. Вот, Андрюха, наверное, уже опубликовал свой обзор, ну ничего страшного, ничего страшного, может, сюда придут те люди, которые хотят услышать мое невероятнейшее мнение. Предупреждаю, да, можете уже начинать бомбить в комментариях по поводу того, что, ой, князь продался, сука, похвалил обновление, но мне кажется, что сегодня это будет один из обзоров, да, на обнову, которую я реально похвалю, такой, типа, хе-хей, вот, спасибо вам, разработчики. А, может быть, нет, ну, вроде бы, как бы, да, ладно, смотри, у нас, как обычно, добавили новых героев, новый герой Сикач, новый герой Потрошитель, не знаю, давай, сейчас не буду тратиться ваше время подробно на них останавливаться, все-таки, все-таки, если кто-то из вас кого-то выбьет, то, там, обращайтесь, запилю обзор, знакомство с героем. Это, как всегда, у нас эпики, и, как я понимаю, мы их можем выбить за, 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 за самоцветы, да, самоцветы, ну, нормально, как бы, нормально. Так, смотри, герой наносит урон в размере 300 от атаки по цели, которая атакует, игнорирует лимиты на получение урона у цели, вон оно, что, типа, там, Фрея пошла нафиг, ну, и много других героев в течение следующих пяти секунд. А, подожди, стой, они и тут написали, что он игнорирует лимит на получение урона у цели, в течение следующих пяти секунд весь урон, который наносит этот герой, будет игнорировать лимиты на получение урона. А нахера это масло масляным делать, писать два раза? Типа, сначала, как бы, ну, ладно, там, напишите в комментариях, может, я туплю просто с утра, еще кофе не успел попить. Этот герой, невосприимчив к молчанию и уменьшает получаемый, ну, блин, молчание, у нажистики, блокировки, химпомповки, да, то есть вариантов-то дофигища. Этот герой, невосприимчив к молчанию, уменьшает получаемый урон на 50%, когда наносит базовую атаку с шансом 50%, становится иллюзорным. Иллюзорным на 6 секунд и восстанавливает 20% здоровья, кулдаун 9 секунд, слушали, иллюзорным становится, урон будет весь проходить, я не знаю, может, это какой-нибудь щит дракона, ну, а-ля, а-ля новый Ронин, а-ля новый Ронин, хотя, подожди, у него и так получает урон на 50% меньше, тогда ему проклятый доспект, не знаю, ну, что-то такое, вы пишите в комментариях, что думаете. Какая-то месиво, я не знаю, дизайнер что-то отдохнул на нем, мне кажется. Тут уже что-то поинтереснее, напоминает дядьку с мотыгой, это получается дядька с топором, призывает падающие с небес топоры, которые наносят урон в размере 530% атаки 9 случайным вражеским целям каждую секунду в течение 4 секунд, 4 раза хлопнет, да. Кулдаун 7 секунд. Ну, фиг его знает, какой он там урон будет наносить. Этот герой невосприимчив к умолчанию, когда у героя менее 45% здоровья, он восстанавливает здоровье в размере 65% от наносимого урона каждый раз при нанесении урона. Окей, интересно, он от базового урона или от, скажем так, того, что со скилла он будет херачить, тоже будет получать хилку. Герой не может двигаться, атаковать, применять навыки. А, пока топоры призваны, герой не может двигаться, атаковать, принимать навыки, а также получать бафы и состояние от навыки чара. А, то есть это а-ля, знаете, как Феникс, когда включается, только если Феникса вы убить не можете, то, как бы, его вы убить сможете. Он перестает двигаться и, как бы, его убивают. Ну, их, наверное, я не знаю, короче. Ну, это все надо смотреть, тестить и, как бы, окей, 90%, что просто эти герои, ну, по крайней мере, на мой основной аккаунт пойдут в коллекцию и все. Ну, вот, эти вот движения по ним, по ним никаких не будет. Дальше. Новый талант, лук порядка, господи. Ну, без талантов там нам никуда, да. Да, что, что уж тут сделать без таланта. Вот, я тут уже забыл про эти, те, что в прошлой обнове добавили талант. Когда атакован, снимает 100 энергий со всех ближайших вражеских героев, также обезвреживает их на 3-5 секунды. Ну, это, это уже вроде было, да. А, сейчас добавили два новых таланта. Окей, это лук порядка. Повышает атаку на 200% и восстанавливает энергии на 125%, уменьшает максимальное здоровье на 40%, если талант используется героем не из фракции порядка. Ох ты, ёптаю, давай нам мозг выносить еще этими фракциями. Господи! Уменьшает максимальное здоровье на 40%. У кого? У героя? У героя, на которого ставишь? Или герою, по которому он атакует? Ну, походу, у героя, на которого ставишь, да. То есть тебе, если и ставить этот талант, то получается только героям, которые из фракции порядка. Просто дегенераты не знают, что уже придумать. Так, посох хаоса повышает атаку на 200% и восстановление энергии на 125% уменьшает максимальное... А, ну, короче, ясно. Ясно. Все. Типа талантики. Подъехали талантики для новых фракций. Пошли в жопу. Так, идем дальше. Мне даже что-то неинтересно. А, новый, так, новый талант, новые облики героев. Идите в жопу! Добавлены реликвии для легендарных героев. Да, тут, короче, интересная штука. Вот, и она заключается в том, что, ёпта, вот, добавили реликвии. И теперь ты эти реликвии можешь прокачать любому герою. И, с одной стороны, конечно, я уже видел, да, там, скажем так, ага, ага. С одной стороны, я видел, да, уже от ребят недоумение, недовольство по этому поводу, что грёбаные звери, типа, и так у нас там проблемы с этими топ-донатерами и так далее. А сейчас они смогут реликвии прокачать, грубо говоря, даже всяким зефириком. Ну, видите, я не могу, а кто-то сможет. Ну, то есть, как бы, если я столкнусь с человеком, у которого, там, 15 зефириков лежало из-за того, что он просто, там, иногда поддонивает в игру, то, получается, ситуация такая, что, ну, как бы, я отсосу. Я отсосу, и, ну, в принципе, в принципе, если учесть тот факт, что я уже, скажем так, редко когда доначу, и давно уже перестал активно донатить, ну, и даже по-среднему донатить, то, в принципе, я уже привык сосать, вот, мозоли ещё не выработались. Но сосу как боженька, вот, и, понимаете, да, есть в этом минусы, да, можно, конечно, похуесосить за это разработчиков, но, с другой стороны, как бы, ну, какие-то повторки уйдут, да, ты, ты же можешь там прокачать, ну, то есть силу можно качнуть. Это новый способ качнуть силу, и есть куча повторок на каких-то других героев, вот, я не знаю, сколько у меня повторок, к примеру, на Фрею, сейчас снова будут кусать локти люди, которые, скажем так, сливали повторки, да, или не брали, вот, я очень часто не брал там в акциях зефириков, да, потому что, ну, типа, нахер мне зефирика брать, если он у меня и так есть, вот, нахер мне гнекрилы брать, если он и так есть, а видите, они сейчас пригодились. Да, я там качну, к примеру, Фрею, не знаю, кого ещё качну, ну, кого-то качну, ну, почему бы, почему бы и не да, ну, чуть-чуть силы прокачаются, если там игроки, которые более-менее донатят, часто они будут прокачивать зефириков, а я буду прокачивать паладинов. И, как бы, в принципе, в принципе, каждому своё, я рад тому, что я смогу прокачать силу, и, наверное, всё-таки это правильный шаг со стороны разработчиков, потому что, ну, у многих повторок реально много, скажем так, накопилось, да, и, типа, если так говорить, что вот там эти топ-донатеры, они ещё дальше там улетучатся, куда-то уйдут вверх, ну, хотя просто даже те люди, которые постоянно донатят, не обязательно быть топ-донатерами. Но я вам скажу так, в принципе, кто перестал донатить или очень редко донатит, они и так не могут справиться с человеком, у кого там средний донат, да, кто постоянно что-то докидывает, что-то меняет и так далее. Мы, как бы, знаете, как раньше сосали, так и будем продолжать сосать, и даже, в принципе, масштаб не увеличится. Так что я думаю, что, как бы, это не настолько большая проблема, да, чтобы сейчас расстраиваться, потому что, по факту, если смотреть объективно, ничего не поменяется, вот, оно как было, так и останется. Кто донатил, тот донатил, кто не донатил, тот не донатил, да. Кто был сильным, так и останется сильным, да, в плане, там, ушатывания в PvP где-то режимах, вот, кто был, скажем, послабее, тот и останется послабее. Так что идем дальше. Так что, скорее, ну, тут, скорее всего, тут плюс разработчикам. По крайней мере, мне интересно, и это одно из немногих обновлений, которые я реально ждал, да, и, как бы, такое, типа, у-у-у, прикольно. Ну, вон, давайте возьмем 5000, потратим самоцвета, вдруг на халяву сейчас кого-нибудь нового выбьем. Так, паладин, ну, о, видите, фрейку, да, на фрей везет. Смогу фрей прокачать. Но что-то эпик вообще как-то не хочет падать. Герои всякие, ну, давай десятку-то потратим, не знаю. Сука, смотри, какая падла, а. Вообще ни одного эпика. Вот, вот это что? Ой, вот это как. Так, давай дальше. Что это? Новые облики героев, реликвии, новые украшения жрица воды. О, божечки! Ну, что теперь это? Будет повод подрочить на базу, я не знаю. Где у нас эта жрица воды, как она выглядит? Статуи. Статуи, вот она, жрица воды. А, ну, как бы, да, типа, хоть ее получишь. То есть, иди донать, падла. Иди донать, падла. И что тут? Ну, мне кажется, что она неебабельна. Что-то как-то сделали они ее какую-то неебабельную, ничего не понятно. Ну, что с ней? Конечно, использовать предметы для обмена. У меня их, конечно же, нету. Ну, ничего, может быть, через годик разработчики будут давать бесплатно. Так, дальше. Добавлена перемотка боя в лабиринте, запределье и королевской битве. Я уже забыл, что такое, если честно, запределье. Лабиринт я уже тоже забыл, что такое. Да и, в принципе, королевская битва я тоже забыл, что такое. Но то, что они добавили перемотку туда, это очень классно. Это очень классно. Единственное, что, как бы, немногие игроки этим воспользуются, потому что туда почти никто не ходит. Но я думаю, что те два с половиной человека, которые ходят в эти локации, они будут довольны и выразят, наверное, свою благодарность разработчикам. Дальше. Добавлено так. Командные подземелья, пришествия монстров. Теперь можно заработать в два раза больше награды в течение определенного периода. Вот это вот классная штука. И это, наверное, все-таки определенный шаг со стороны разработчиков, потому что активность, я так понимаю, на серверах падает. И в рандоме очень трудно найти, с кем повоевать, да, с кем сходить на какую-то вот локацию по типу Шторма Мессы и так далее. И разработчики очень грамотно сделали то, что они, как бы, определили временные рамки, когда игрокам лучше всего ходить на такие локации, как там Лава и прочее. Вот. Чтобы, во-первых, у игроков будет больше шансов, да, с друг другом встретиться, друг другу помочь в рандоме сходить. А то, ну, это реально, это грамотный шаг, ребята, да, потому что активность-то упала, а даже если она и там и не упала где-то, тем не менее, это все равно хорошо. И игрокам стимул, да, и они найти могут легче себе напарника, да, для каких-то локаций. Ну, и плюс в два раза больше будешь получать ресурсы. Как бы вот этот, у нас новая валюта появляется, престиж, и многие тоже бомбили по поводу этой валюты, что вот все не так, все плохо. Я вам скажу, ребята, другое. Мы все жалуемся по поводу того, что в локациях награды не меняются, и, как бы, вот, разработчики, лохи, разработчики, сейчас очень правильно сделали. Я не понимаю, почему вы бомбите по поводу новой валюты, потому что теперь везде эта валюта будет даваться, и дается, как я понимаю, ее не так уж и мало, и появляется новый стимул фармить старые локации, на которые уже все забили болт, ради того, чтобы получить эту валюту и самому в магазине выбрать, на что ее обменять. Конечно, большой вопрос по поводу того, какие награды там в магазине будут. Ну, сейчас-то мы их увидим, но вопрос заключается в том, как часто они, эти награды будут меняться, дополняться и так далее. То есть, если вот то, что сейчас там представлено в магазине, так и останется, тогда, конечно, это грустно. Но в целом, если там будут еще меняться награды, то это очень круто, понимаешь? Если раньше там мы такие, ой, там, на эту локацию не пойду, на эту локацию не пойду, потому что там награды говно, а сейчас везде выгодно ходить, потому что ты сам можешь определить, какие ты награды в обмен на валюту получишь, и это, наверное, самый идеальный и правильный шаг со стороны разработчиков, потому что, ну, из вас же умники пишут, такие, вот, надо награды менять постоянно, а я говорю, награды, типа, ну, один раз они поменяют на локации награды, и, типа, через месяц нужно заново менять, потому что в игре все меняется, идет, скажем так, девальвация этих наград, всевозможных инфляций, и вот это вот все, как бы, и разработчики не могут в плюс 100-500 локациях постоянно менять, грубо говоря, награды. Им выгоднее, вот, поставить там валюту и просто в одном месте, к примеру, в магазине, в обменнике там менять награды, ну, по крайней мере, я надеюсь, что они до этого додумаются, да, что они там будут что-то обновлять и корректировать. В одном месте, пускай хоть каждый месяц, намного легче корректировать и менять награду, чем в плюс 100-500 локациях, потому, мне кажется, они тут реально убили двух коней, или запрягли двух коней, я уже туплю, но по факту это очень правильный и продуманный шаг, и он еще даже продуманнее, чем то, что по расписанию теперь на лаву надо ходить. То есть у меня появился стимул пройтись, вспомнить по локациям, что они себя представляют и так далее, это невероятно круто. Конечно, большой вопрос, сколько нужно времени, чтобы это все профармить, но, тем не менее, там уже посмотреть по времени, да, как бы, ну, вот на стримах теперь будет понт походить в другие локации, как бы это прикольно. То есть такое ощущение, что в AGG взяли какого-то адекватного человека, у которого есть, скажем так, сообразительность, вот, и невероятный, невероятно тонкий склад ума, я не знаю, ну, как бы, ну, молодцы. Молодцы. Так, дальше награды. Так, подожди, я уже тут запутался, у нас такой уже подкаст идет. Улучшены некоторые функции. И вот это, блядь, вот, читаю с официального форума, ВКонтакте, вот, и форума, с официальной страницы ВКонтакте, да, группа официальная, AGG. Ёб твою мать, ребята, камон, улучшены некоторые функции. Вы хоть распишите, какие функции-то улучшены. Ёб твою, улучшены некоторые функции. Нахер-то вообще писать, блядь. Типа, я не знаю, для чего. Награда за вход нового игрока 7 дней, улучшены награды. Я что-то видел Андрюха Рылев, короче, записывал видос, говорит, топовые награды для новичков. Ну, поверим ему на слово. Поверим ему на слово. Вот. Может, гляну, полистаю, что там за награды. Ну, если они изменили, да, то тоже хорошо, потому что те уже, как бы, их там и много было. Вот я когда пельмени, все помните, прокачивал. Их хоть и много было, но они, как бы, уже видно такие. Потеряли немножечко актуальность. Если они там изменили, то очень хорошо. А дальше. Изменены некоторые требования для улучшения героя. Вот это офигительный шаг, потому что, сука, ну, я вам тут не покажу, но если раньше, к примеру, со 180 уровня, да, ты на следующую звезду переводишь, или на 180, короче, не суть. Ну, да, со 180, чтобы на 181 прокачать, тебе надо, там, героя перевести на следующую звезду. Это стоило 5 миллионов золота. И многие новенькие игроки не могли этого делать нормально, им нужно постоянно было тратить самоцветы, потому что у всех хранилища прокачаны не на максимум, да. То есть, ну, чтобы у тебя хранилища было 5 миллионов, ну, тебе надо, как бы, помучиться и потратить некоторое время, и из-за этого тормозится развитие аккаунта, из-за этого, вот, у меня на пельмени, мне как-то лень все прокачивать, потому что жалко самоцветов, а самоцветы нужно на созвездия тратить. И как бы реально тормозится, и вставляются палки в колеса молодым игрокам. Если, когда мы начинали играть, да, и когда там только вводились эволюции, игра не текла так быстро, да, и это было, в принципе, нормальное требование, да, мы там успевали эти здания прокачать и все остальное, то сейчас уже игроки там чуть ли не на второй день могут сделать вторую эволюцию, ну, а как им эту вторую эволюцию сделать, если им надо 5 миллионов золота иметь в хранилище, а у них там максимум миллион-полтора. И теперь, чтобы перевести на следующую звезду, надо полтора, короче, миллиона золота. И это невероятно круто, за это спасибо разработчикам, это, ну, как бы очередной плюс, аккаунт будет быстрее развиваться, и пельмень будет быстрее развиваться, и мне не надо будет больше тратить самосвета, чтобы сделать кому-то там первую или вторую эволюцию. Хотя у меня даже вторых эволюций еще нет. Идем дальше. Изменено кольцо света под героями и питомцами, ну, это как-нибудь потом посмотрим, ну, не знаю, где оно тут. Кольцо света, подожди. Кстати, да. Ну, тут ты хер поймешь, что это, типа, какая-то вторая эволюция. А! Они сделали это все миним... минималистично? Блин, наверное, это круто. Ну, сначала... Ну, как бы не понять, да, там, где какие герои, какая там вторая эволюция, не вторая эволюция. Но с другой стороны, вы посмотрите, как, ну, разгрузилось это все. Теперь хоть видно, какой герой стоит, а то раньше все в этих кольцах было сраных. И ты ни хера понять не мог. Да, может быть, сейчас, не знаю, мы не будем видеть, какая там эволюция, но сейчас уже, в принципе, пофигу, да. Там же героя можно там и без эволюции прокачать. Вот смотрите, тут и так много всякой херни. И, по крайней мере, для глаз уже одна напрягающая вещь, она, скажем так, взяла и исчезла. Подожди. Ага. Зато питомцам, блядь, придумали говна какого-то. Что это такое? Это от питомца идет, или что? Ну, да, это от питомца идет, прикинь. Блядь, от одного говна раздражающего взгляда они избавились. Ну, теперь, блядь, добавили другое говно. Ну, типа, это, конечно, красиво, но когда это все вместе, ну, это пиздец полный. Ну, хер знает. Ну, у питомцев бы тоже все убрали, или тоже сделали бы по минимуму. Там у героев красного цвета, у питомцев синего. И все, все были бы довольны. Нет, ну, как бы вы представляете, когда там эти шесть героев будут с питомцами рядом стоять. Опять нихера непонятно. Кто там вообще стоит, не разглядеть. И так. Изменены системные сообщения тотема героев и гарнизона. Ой, да похеру. Информация о фракции теперь будет указана в меню быстрого выбора команды. Командные подземелья, королевская битва. Угу. Угу. Опа. Смотри-ка, это что такое? Дожди-ка. И что? А вот это здесь какие герои показывают? Что-то я не до конца понимаю. Ну, ладно. Ну, это какая-то, наверное, определенная локация, хотя нет. Не, ну здесь больше разновидностей добавили, это, наверное, хорошо. А! Стой! Это те герои, это те герои, походу, которые вставлены, скорее всего, в этот, в эпик героев. Ясно. Ну, это тоже прикольно. За это молодцы. Улучшалочка. Лайк. Количество слотов в алтаре. Да-да-да-да-да. Исправлены ошибок отображения времени марш-броска в локации Нарсия. Окей. Исправлена ошибка с моделькой Берсерка после его возрождения. Да, похеру. Исправлена проблема, которая препятствовала нормальному функциональному функционированию ловушки для войск и ловушки для героев. Господи! Сейчас бы, блядь, в 2020 году разработчиков вспоминать про ловушки нахер никому неинтересные и не нужные. Ладно. При отправке информации об эпическом герое в личном сообщении другу бонусы, реликвии и помощники этого героя будут отображаться нормально. Ой, да похер, блядь. Я не знаю. Вы дрочите друг друга этих героев отсылаете. Мне вообще плевать. Не забывайте ставить лайки. Да, не забывайте ставить лайки, но что я хотел посмотреть с вами? Я хотел посмотреть магазин. Вот. И я наде... Вот. Ну, купить предметы. Обмен славы. Обмен три дня. Так. Это не то. Обмен престижа. Да, то есть это херен называется теперь престижем. Вот. Обновиться через три дня. О, видишь как? Она все-таки будет обновляться. И каждый раз что-то разное. 30 тысяч. Но Андрюх Орлев и говорил, там типа можно в день до ста тысяч их делать. Ну, опять же, это, наверное, ну, там какой-то уже старый аккаунт. На молодых аккаунтах вряд ли ты сможешь столько делать. Слушай, ну, я говорю, это ох... Это охренительно. Это охренительно. Я не понимаю вашего нытья и недовольства, ребята, тем, что вы говорите о том, что о, блин, здесь все плохо, новая валюта, блин, теперь пипец, а где теперь брать ресурсы, которые давали на старых локациях, вот это вот все. Господи, ну, типа, ребята, камон, давайте быть адекватными в первую очередь. Смотри, да, и тут теперь события сегодня. Так, увеличить силу. Тут показывает за счет чего-то можешь силу увеличить, а тут показывает что-то, типа, не прошел. Смотри, могу сегодня битву гильдии пройти, линию обороны, лабиринт. Вот, Смотри, сколько локаций тебе надо пройти, да? Ежедневно. Ну, вообще, вообще, в принципе, удобно. Вообще, в принципе, удобно. Как бы нормально. И, видите, пишется везде награда. Ты можешь, как бы, знаешь, как зашел, по списку пошел и давай все фармить, понимаешь? Как бы и нормально. И все, ни про какую локацию не забудешь. На самом деле, это тоже очень грамотный шаг со стороны разработчиков. Вот такая вот структуризация этих вещей. Потому что, ну, локаций реально очень много. И уже, как бы, путаешься, какую ты ходил, какую не ходил. Я уже про многие локации забыл. Вот. Слушай, а лабиринт? Лабиринт, подожди, подожди. Как бы, я думал, у них там просветление, да, появилось. А, смотри-ка, да, здесь место кулачков тоже это награда. Но, опять же, сука, кулачки убрали, грубо говоря, ненужные. Добавили эту херню. Ну, типа, у меня большой вопрос. Вот, ну, как бы, там, 3-5 часов времени есть смысл тратить на лабиринт? Ради чего? Ради 600 вот этих вот очков, когда ты можешь там сходить один раз на лаву за 5 минут, и то ты эти 600 очков не получишь, потому что, как бы, ты не попадешь в топ. А тут реально фанатики ходят в этот топ. Вот. херачатся в лабиринте. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, я думаю, что на стриме мы рассмотрим уже подробнее, где награды эти изменили, где не изменили. Пишите в комментариях, ребят, что думаете. Ну, как бы, реально, на самом деле, круто. Ну, типа, честно скажу, да, если там не считать этих новых тупорылых талантов, говно засунутых, никому не нужных, ну, по крайней мере, мне, я уже блевать от них хочу, но, честно вам скажу, типа, ну, увы, редко, редко, когда от меня вы слышите такие слова, но, по моему мнению, это охуительное обнова.